доброе утро значит сегодня у нас нерегулярная лекция оказалось что на этой неделе три лекции по алгебре но что замечательно нужно вообще каждую неделю устраивать лекции по алгебре тогда бы я что-то успел в этом семестре рассказать вот значит но сегодня я вам обещал немножко по вычислять не успеем к нет конечно нет я вам сегодня расскажу теорию чисел как как пример вычисления я вам сегодня расскажу про значит кольцо аделей про периодические числа как пример вычислений групп экст вот значит но вот давайте начнем с примера вычисления тур ну тур 1 скажем так ну вот значит сегодня мы поймем почему тур называется туром и но по-русски фото раньше да наверное сейчас он называется ну в теории групп точно периодическим произведением так так что же в нем тур 1 что же в нем такого периодического но сейчас мы посмотрим значит давайте для этого возьмем но скажем произвольную группу ну давайте значит посмотрим на несколько тем вначале возьмем r равное z но это на самом деле классический самый важный случай ну и понятно что бер когда это начинал изучать он изучал значит эксты на z и когда в топологии от начинала изучаться значит там всякие формулы кюнета и так далее так то там тоже все это рассматривалось на z для белевых групп вот значит ну вот и возьмем любую группу абелю так так тогда давайте постараемся понять значит в чем же состоит смысл но я как всегда должен вначале доказать а потом сформулировать я не могу помнить и то и другое одновременно я вам говорил уже то есть я либо могу формулировку помнить формулировку это придумывать д качество либо помнить д качество это придумывать формулировку но и то и другое одновременно не получается вот значит давайте постараемся вычислить тор 1 ну на z но когда на z то обычно это z не пишется понятно пропускается да просто тор 1 значит z по nz а так но почему я пишу z по nz а не cn конечно это одно и то же но потому что я хочу записывать аддитивно цен мы обычно записываем мультипликативно значит она конечно изоморфно z по z но не как кольцо как аддитивной группе вот мы хотим вычислить вот что это такое так но это можно вычислить только одновременно с whom значит на z, z n, z a как это вычисляется? Вот это типичный пример, типичная иллюстрация длинной точной последовательности для производных функторов. Давайте рассмотрим 0zzzz по nz, здесь обычно пишется просто n, так и все понимают, такое n, это умножение на n. Замечу, что этот модуль свободный, следовательно проективный, следовательно плоский, так и это значит, что когда мы напишем длинную точную последовательность, она будет не очень длинной. Так, значит HOME zNzA, HOME zA, HOME zA, TOR1, что там, TOR1z по nzA, так это связывающий гомоморфизм, ну вот, а здесь, значит, должен был бы быть TOR1zA, но как-то мы только что сказали, что вроде z плоский, поэтому это равно нулю, правда, да? Так, теперь, что вот это такое? Ну понятно, что это просто можно канонически отождествить самой группой А. Это можно канонически отождествить самой группой А. Так, значит, вот здесь вложение z в z, это умножение на n, то есть, ну можно было бы писать, здесь написать, ну понятно, здесь написать nz, здесь написать вложение, это то же самое, да? Так, то есть, мы могли бы перенести, а? Я что-то не так написал? По-моему, все так. Вот просто кольцо без единиц, но это не кольцо, это группа. Это группа, порожденная единица, это группа, порожденная n, вот, подгруппа, значит, и это значит, что вот это отображение здесь, это по-прежнему умножение на n, ничего больше. Так, вот, ну а теперь, вот у нас, так сказать, возник такой вопрос, вот у нас группа, и в группе есть отображение, которое состоит в умножении на n. Спрашивается, чему же равно ядру, и чему же равно кое-ядру. Так, ну понятно, ядро равно a по n a. Что-то не так? Да, я все думал, что если у вас, что холм по первому бьет, в какой-то варианте? Ну, тензорное произведение же, конечно. Я вам что рассказываю? Я это уже, так сказать, здесь я написал Тор, правда? Спасибо. Это опечатка, называй. Не, ну, потому что, спасибо. Даня, ну, видите, значит, это значит, что я могу написать такую же, давайте, значит, 0, z, на другой доске z, z по n z, 0, да? Так, и теперь вы говорите, что контр-вариантен, да? Тогда я пишу такую точную последовательность, значит, 0, холм, так она откуда должна начинаться? Отсюда, правда ведь должна начинаться? Холм, z, n, z, a, холм, z, a, ну, это по-прежнему равно, а? Да. Значит, умножение на n, холм, z, a, это по-прежнему равно, а? А вот дальше, конечно, не Тор, а экст, правда, да? Экст 1, значит, z, z по n z, a, x1 по z, a, a, z проективен, значит, это равно 0, правда? Вот, значит, а здесь было написано, ну, извините, это, с утра плохо лекции читать, однако. На первой паре совсем невозможно, на второй это все еще трудно. Значит, что здесь должно быть теперь, скажите, значит, z по n z, тензор на a, значит, здесь z тензор на a, и здесь z тензор на a. Но операция, это по-прежнему умножение на n, вот она. Так, то есть я теперь расшифровываю эту последовательность. Так, Даня, теперь вас все устраивает, да? Отлично, спасибо. Спасибо за поправку, да. Но вот вы видите, что ничего не изменится, кроме направления стрелок, кроме того, что будет с чем. Вот, значит, так, ну, здесь 0, а здесь, значит, что же является ядром умножения на n? Ну, ядро умножения на n, значит, как вы его обозначаете, значит, у нас обычно принято вот так обозначать. Так, значит, ну, там в книжке Ротмана это вот так вот обозначается, и некоторые так тоже обозначают. Так, но у нас обычно принято вот так обозначать. Это вот что такое, это просто, значит, n-кручение, то, что называется n-торшен. Так, n-торшен, это, значит, множество тех иксов из А, что nx равно нулю. Так, вот что мы сейчас доказали, а мы теперь можем сформулировать. И здесь мы то же самое доказали ведь, правда? Здесь мы доказали ровно то же самое. Так что мы не только тор вычислили для абелевых групп. Для абелевых групп. Но там для всех, а здесь для конечно порожденных, конечно. Вот, сейчас мы поймем почему. Потому что для всех вычислить нам еще одна вещь нужна, чтобы эти торы и экста коммутировали с пределами. А торы коммутируют, а экста нет. Вот, сейчас мы поймем почему. Так, значит, все поняли, что мы сейчас доказали теорема. Значит, для любой абелевые группы z по nz тензор на a равно, что мы там доказали? a по nz, правда, да? a по n a. И второе, значит, тор 1 z по nz, a равно a n, n-torsion. Вот, это мы там доказали. А вот здесь мы доказали следующее теорема. Найдите, называется 10 отличий. 1. Так, что там? Вот, значит, хом z n z a равняется a n. Ну, изоморфно-канонически, но вас не смущает, если я пишу равно, потому что в данном случае изоморфизм, он просто буквально канонически определен структурой группы, да? Вот, значит, ext 1 z по nz, z по nz, a равняется a по n a. Так, ну то, что называется, тор является torsion group, а ext является co-torsion group. Вот, ну так для торов отсюда просто следует вообще вычисление в общем случае. Каким образом? А потому что тор коммутирует с прямыми суммами. И по первому, и по второму аргументу. Значит, вот нам нужно еще так. Ну, давайте я сформулирую следствие, конечно. Так, значит, следствие такое, что, ну давайте возьмем две циклические группы. Чему равняется хом, ну чего, какой хом? Значит, z, m, z, tensor, z, n, z. Так, ну посмотрите, чему равняется z, n, z? Значит, ядро там, а, фактор по mz. Так, значит, это первое, а второе? Тор 1, z, m, z, z, n, z равняется... Так, ну говорите, ответ-то. Где? Ну да, но его нужно еще написать, чему это равно. Так, я пытаюсь объяснить, почему это так. Значит, потому что нам, значит, ну вот что значит, что мы взяли, значит, z, n, z, взяли факторы этого по mz, n, z. m, ну да, вот так. Правильно, да? Это z-фактор по ноду? Ну, совершенно верно, да. Это, значит, z по mz плюс nz. Так, ну известно, так сказать, какой элемент в конце целых чисел порождает этот идеал. Это, значит, z по dz, где d это наибольший общий делитель m и n. Ну и понятно, что, значит, во втором случае будет просто ровно то же самое, потому что, значит, кручение снова так выглядит. Правда, да? Так, значит, то есть это будет z по dz, и это будет z по dz. Удивительно, правда, да? А. Ну, может быть, это не так удивительно, если… Давайте я вам открою страшную тайну. Что вообще, если r любое коммутативное кольцо, значит, если r любое коммутативное кольцо, и вы взяли там в нем два идеала, и взяли, перемножили тензор на, значит, фактор кольца по этим идеалам, то получится, значит, фактор кольцо по их сумме. А если вы взяли, значит, посчитали тор 1, r по i, r по j, то получится фактор кольцо, значит, чего? Пересечение этих идеалов по их произведению. Так, ну, понятно, значит, вот это вот наибольший общий делитель, это наименьшее общее кратное, а это два идеала. Ну, так сказать, в кольце главных идеалов… Николай Ильич, вопрос. Да? Мне кажется, второе у нас не так можно увидеть, где-то 1. А как? Ну, по m делить на d, кажется, z по m делить на dz. Я право отходовываю вследствие. Да нет, по-моему, точно так же. Ну, хорошо, то есть… Я вам объясняю, почему точно так же. Ну, ладно. Я вам объясняю, почему точно так же. Потому что, значит… Так, ну, вот вы в это верите, то, что здесь написано. Так, а теперь написано следующее, что произведение наименьшего общего кратного m и n на наибольший общий делитель m и n равно m на n. Так, в это вы тоже верите, наверное? Ну, это значит, что вот это вот изоморфно вот этому. Это ровно вот это значит, что в кольце главных идеалов этот фактор изоморфен этому фактору. Окей, да? Нормально, да? Так, ну, поупражняйтесь, напишите то же самое для экстов, так сказать. Здесь теорема вот вторая, которая на этой доске, которая возникла после поправки Дани. Ну, то же самое абсолютно. Вот. Но дальше будет не то же самое, и мы сегодня в этом увидимся. Значит, отлично. Ну, вот мы посчитали для циклических групп туры, значит, для… z считать не нужно, потому что z плоский, вот там где-то было сказано уже. Так? Это значит, что если мы верим в следующий факт, то мы посчитали вообще для всех, конечно, порожденных групп. А на самом деле, вот сейчас мы увидим, что отсюда следует, что мы посчитали вообще для всех амелевых групп. Торы. А эксты, извините, там, так сказать, к сожалению, так… Там мы один экст будем считать, так сказать, половину следующего часа. Для бесконечно порожденных групп там… Это каждый раз творческий процесс. Так, ну, давайте смотреть. Значит, я утверждаю, что туры коммутируют с прямыми суммами. Ну, это, значит, называется dimension shifting. Сдвиг размерности. Так, значит, мы просто каждое слагаемое представим в виде фактора проективного модуля почему-то. Для проективных модулей будет получаться 0. Так, а значит, это значит, что то, что тур n коммутирует с суммой, эквивалентно тому, что тур n-1 коммутирует с суммами. А база индукции у нас уже есть. Это мы доказывали в прошлом семестре. Правда? Ну, это также доказывается, как базис тензинного произведения. Значит, теорема. Тур n на прямая сумма аитых b равняется прямой сумме тор n аитых b по и принадлежащим i, по и принадлежащим i. Так, ну и то же самое, естественно, по второму аргументу. Ну и на самом деле мы могли даже это вообще не обсуждать. Полина, я бы открыл окно, вам холодно будет, да? Вы скажете, когда закрывать. Вот, значит, доказательство сдвига размерности. Значит, это доказывается так. Индукция по n. Значит, n равно нулю. Прошлый семестр. Но прямая сумма, а не прямое произведение. Правда? Значит, то есть утверждается вот что, что прямая сумма аитых по и из и тензор на b равняется прямая сумма по и из и аитая тензор на b. Так, ну верим мы в это? Ну это формулировалось в любом случае в прошлом семестре. Так, и доказательство точно так же, как базис, ну помните, да? Раскладывая по компонентам, да? И в только конечное число, и существенно это, да? Вот, отлично. Отлично. Значит, ну а дальше делаем вот что. Представляем аи т как фактор проективного модуля. Так, значит, тогда отсюда следует, для каждого и. Тогда отсюда следует, что, естественно, точные последовательности можно складывать, правда, по компонентам. Так, да? Правильно, да? Так. И это значит, что у нас будет следующее получаться. Что когда мы к этому применим ТОР, применим точную последовательность, мы будем получать следующее. Вот на первом шаге мы получим вот что. Значит, прямая сумма аитых тензорно на b, прямая сумма питых тензорно b, прямая сумма а, прямая сумма цитых тензорно b, ТОР-1, прямая сумма аитых тензорно b, значит, здесь должно было бы стоять ТОР-1, прямая сумма питых тензорно b, но питые проективные. Ну и следовательно их прямая сумма проективные. Так, значит, ну поэтому это равно нулю. Это равно нулю. Так, вот, ну и что-то еще нужно. Значит, что ж на первом-то шаге? На следующих шагах уже ничего не нужно. На следующих шагах все написано, да? Значит, ну да, это равно, это равно прямой сумме цитых тензорно b, это равно прямой сумме питых тензорно b. Так, чем воспользуется-то? Ну тебя что, мы знаем, на самом деле, ядро этого граномарфизма? Ну что он почленный граномарфизм, поэтому его ядро, оно тоже прямая сумма. Ядро прямая какого? Вот того. Между вот этим и этим. Ядро нуль, это вложение. Цит в Пит вкладывается. Да, а, ядро равно туру. Да. Да, ядро равно туру. Значит, и тем самым ядро вот этого, да, значит, ядро этого вложения, этого отображения, да, граномарфизма, значит, это прямая сумма ядер почленных. А, значит, то есть прямая сумма ТОР1, значит, чего там, ТОР1, А и ТБ, правильно, да? Вот, то есть, но это на этом шаге, а на других ничего вообще не нужно, потому что на других будет получаться следующее, будет получаться, там, это n равно единице. Вот это n равно единице, а n больше либо равно двух, там, значит, там, что там будет? Ну, там будет ТОР1, так, ТОР1, сумма ПИТ их, ПИТ их, А, чего? Б, так, это 0, значит, дальше будет ТОР1, сумма ЦИТ их, Б, дальше, значит, ТОР, так, n больше равно n минус 1, n минус 1, n минус 1, n минус 1. ТОРn, прямая сумма ПИТ их, Б, а здесь, значит, ТОРn, прямая сумма ПИТ их, Б, это равно 0, ну, значит, это изоморфизм. Так, а для этого мы уже знаем, что это изоморф на прямой сумме, значит, это тоже изоморф на прямой сумме. Вот, значит, ну вот, так, это что значит? Это значит, что мы доказали, что мы вычислили, ну, все поняли, да? Что мы вычислили ТОРы вообще для любых, конечно, порожденных групп. Правильно? Я решил сейчас, значит, посмотрев на это, я решил переставить, я решил не откладывая, так сказать, произвести культурный шок, не откладывая. То есть, я вначале хотел рассказать про ТОРы, там, еще что-то, да, что-то про ТОРы хотел рассказать, значит, но сейчас я передумал и решил сразу вычислить какой-нибудь текст для того, чтобы вы посмотрели и сказали да. Значит, ну вот, тем самым ТОР вычислен для случая, когда, для случая, значит, ТОР1AB, В, где В любая, А конечно порожденная, ну, что там, даже на самом деле тут не существенно, что мы берем, что берем А белевую группу, здесь существенно, что Z это кольцо главных идеалов, понятно, да, ну, потому что, ну, потому что любая, конечно, порожденная А белевая группа, есть прямая сумма циклических А белевых групп, циклических модулей, либо Z, либо Z по NZ, ну, так тоже самое в любом кольце главных идеалов, значит, если R PID, значит, то любой, конечно, порожденный модуль, есть прямая сумма R, значит, это единственный циклический модуль без кручения, а все остальные имеют вид R по R X, где X есть элемент R, да, так, но R P R X для него точно такая же, точно такая же диаграмма, где здесь стоит умножение на X, и поэтому все то, что говорилось про А белевые группы, на самом деле относится ко всем кольцам главных идеалов, правда? Вот, значит, но, в частности, верно вот что, и сейчас мы поймем, почему мы только смотрим на ТОР-1, вот поэтому мы только и смотрим на ТОР-1, так, значит, вот посмотрите, мы для, конечно, порожденных А белевых групп вычислили ТОР-1, вот я утверждаю, что ничего больше читать им не нужно, почему, значит, ну, потому что любая, конечно, порожденная А белевой группа есть прямая сумма циклических, ТОР-1 для них мы вычислили, значит, ТОР-1 ZB, это, значит, это 0, а ТОР-1 Z по NZ B, это BN, правильно, да? Так, а вот я утверждаю, что, значит, ТОР-2, ТОР-1 ZB равно ТОР-1 ZN, так, плохо, да? Давайте я поставлю разные буковки здесь, так нормально? B равно 0, так, почему это? А, ну, это потому, что глобальная гомологическая размерность кольца главных идеалов не превосходит единицу, так, это потому, что, значит, посмотрите, это равно 0, потому что Z проективный, правда, да? А вот это вот допускает, значит, проективную резольвенту, вот давайте смотреть на то, что мы писали, как на проективную резольвенту, и в каких степенях это проективный резольвент сосредоточено? Ну, вот это степень 0, а это степень 1, то есть начиная со степени 2, там ничего нет, то есть в соответствующем комплексе, когда мы будем умножать тензорно на B и считать, значит, гомологии, то там, так сказать, ничего, кроме степеней, значит, 0 и 1 и не возникнет. Значит, 0 и 1 мы посчитали только что, так, а, значит, все остальные равны 0 при n больше либо равном 2, так, значит, тем самым мы посчитали, извините, не, значит, не только тор 1, а мы посчитали вообще тор n для случая, когда а, конечно, порождено. Просто, значит, то, что я вам сейчас только что доказал, это следующее, что, значит, что тор n, а, b равно 0, если а, конечно, порождено, при n больше равно 2. Как при всех? Ну, то, что тор n, а, b равно 0, при всех а, да? При, при, конечно, порожденных а и всех, и всех b. Что? Сейчас я скажу, мы доказали для всех, но мы еще не знаем, что мы доказали для всех. Значит, мы доказали, что тор n, a, b, равно 0, значит, если а, конечно, порождено, а n больше либо равно 2. Так, с этим вы согласны, Данил, да? Отлично. Значит, вот, а теперь посмотрите на это доказательство. Чем мы здесь пользовались в этом доказательстве? Мы пользовались ровно одним фактом, тем, что вот этот модуль проективен. Но мы пользовались, значит, тем, что вот это вот равно нулю. Но для этого что, не нужно, чтобы он был проективен? Для этого достаточно, чтобы он был плоским. Понятно, да? Это значит, что в этом доказательстве можно заменить прямую сумму на индуктивный предел. Поскольку индуктивный предел проективных плоский. Так, это значит, что в действительности верна такая теорема. То есть эту теорему можно обобщить следующим образом. Значит, тор n индуктивный предел аитах, b равен индуктивному пределу, ну понятно, с теми же вложениями индуцированными, тор n аитb. То же самое доказательство, использующее только тот факт, что, значит, берем такие же проективные модули, а потом, значит, будет получаться их индуктивный предел. Все отлично. Так, а извините, любая вообще обелевая группа является индуктивным пределом конечно порожденных. Мы просто взяли под группы порожденные конечным числом элементов все. Так, их индуктивный предел содержит все элементы группы. Ну просто объединение. Индуктивный предел в этом случае называется объединение. Так, значит, любая группа индуктивный предел конечно порожденных. Так, значит, что мы доказали? Так, а теперь мы доказали то, что вы говорили, да, теорема. Ну просто можно же было поращить. Как? Ну просто, ну тоже резолен, как мы в ZPMZ писали, только для взять свободный модуль Z ступени модуля, а потом ядро будет тоже свободный модуль, значит дальше он будет. А, вы имеете ввиду взять что-то такое сугубо бесконечно порожденное, да? Ну вот вы знаете, значит, я предпочитаю такого типа рассуждения, потому что вот это рассуждение там для других функторов, это рассуждение оно является универсальным, понимаете, да? Если мы знаем, что функтор коммутируется с прямыми пределами, то мы можем, ну, например, в теории колец мы можем там, грубо говоря, все вопросы, которые относятся к конечному числу объектов сводить там к метровым кольцам в коммутативном случае. В некоммутативном случае так, к сожалению, не получается почему-то, а в коммутативном случае можем, так? И это очень мощный инструмент, то есть вы представляете, да, так сказать, потому что для метровых колец там действительно есть, ну, очень нетривиальные теоремы и такая серьезная теория, которой можно пользоваться. Вот, значит, ответ в общем случае, если функтор коммутируется с прямыми пределами, сводится к метровому случаю. Поразительно, правда, да? Вот, ну, что мы доказали? Мы доказали следующее, что тор NAB равно 0 при N больше либо равно 2, всегда. То есть это значит, что для абелевых групп, для абелевых групп, значит, вот если у нас есть точная последовательность. Абелевых групп, значит, то умножая ее на, значит, еще одну группу, мы получаем следующую точную последовательность. Для любой точной последовательности абелевых групп мы получаем следующую точную последовательность и все. То есть вот эта точная последовательность полностью исправляет, так сказать, отсутствие у функтора тензинного произведения точности слева для абелевых групп. То есть для абелевых групп, кроме тензинного произведения нужно знать еще ровно одну вещь. Тор 1, который в классической теории обучается просто Тор и называется периодическим произведением абелевых групп. Конечно, он был определён до того, как были определены, значит, был определён общий случай. Так, а кто это оставил в телефон? Я думаю, что Кастанин Игоревич, правда, да? Значит, сейчас он будет на него звонить, кстати. Все поняли, что я сейчас сказал? Я сейчас сказал, что для абелевых групп смотреть только на производный функтор ровно 1. Так, но на самом деле ответ на это такой. Почему это так? Потому что, значит, кольцо Z маломерное. Кольцо Z имеет размерность единиц. Так, значит, многомологическую или любую другую. Значит, какие вы знаете размерности у колец, у Z, в общем-то, все равны единице. Для других колец можно дискутировать, скажем, у локального кольца чему равна размерность. Там на этот счёт есть разные теории. Вот, а значит, то есть в некоторых науках размерность локального кольца равна нулю всегда. А в некоторых других науках локальное кольцо может иметь бесконечную размерность. Так, ну и любую, конечно. Так что это вопрос, например, локальное кольцо, там точки на алгебраическом многообразии, обычно считается, что для точки в общем положении его размерность равна размерность этого многообразия. Так, значит, хотя в том, чем мы занимаемся, все локальные кольца нульмерны в категории алгебраической. Вот, но для Z в любой науке размерность равна единице, ну вот что ровно было сказано здесь. Так, то есть ничего дальше нет. Вот, значит, то есть нужно знать только над Z, значит, тор 1 над Z обозначается просто тор. Вот, ну и как определить тор, не зная, так сказать, никаких производных функторов и так далее. Как классики его определяли. Но они его определяли так. Вот A и B две абелевых группы. Тогда, значит, тор порождается следующими символами. Значит, A, N, B, где A принадлежит A, B принадлежит B, N принадлежит Z. А, N равняется N, B равняется нулю. Вот, это символы, это порождающие. А соотношения такие, значит, A1 плюс A2, N, B равняется, ну понятно, аддитивность. Аддитивность по второму аргументу. Значит, понятно, что я пишу. Я говорю, что если определена правая часть, то определена и левая, и они равны минус собой. Поскольку существование правой части есть более сильные условия во всех случаях. Ну и еще два соотношения, которые связаны с тем, что можно скаляры переносить. Так. 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 То есть, вот тор запускает такое задание образующими соотношениями. Ну, на самом деле, такого же типа задания можно написать, значит, для произвольных торов над произвольным кольцом. Просто на Z это не нужно, на Z ничего больше нет. Так. Значит, такого же типа задания можно написать для произвольных торов. Но, конечно, я уж не буду упражняться в этом отношении. Понятно. Ну, такого же типа, как вот задание Енеды для экстов. Так можно написать для торов в таком же духе. Вот. Значит, но для Z это классическая вещь абсолютно. И вот если вы откроете любой классический учебник топологии, там тор ровно так и определяется. Так. А им тор нужен, чтобы написать, ну, там что-нибудь типа формулы Кюнета, там, связывающие, понятно, да, гомологии, там, значит, произведения, гомологии комплексов с гомологиями произведения этих комплексов. Эти две вещи, вообще говоря, не равны. Там есть поправка и поправка как раз это тор. Так. То, что измеряет различия между этими вещами. Потому что гомологии произведения комплексов больше, чем произведения гомологии. Вот. Поправка ровно тор. Вот. Вот это то, что классически было известно. То есть, вот это вот, такое задание вы найдете, если откроете, там, значит, книжку, там, Хилтон Уайли, какую-нибудь, введение в теорию гомологии. Ну, любую классическую книжку по алгебраической топологии. Ну, и так далее. Так, значит, вот. Я думаю, что я вам рассказал то, что вам понадобится на эту тему для курса алгебраической топологии. Я собирался порассказывать про, значит, еще про связь торов с теорией колец. Про то, почему тор называется тором. Потому что, вот, тор, значит, в общем случае является периодическим модулем. Ну, в тех случаях, когда об этом имеет смысл говорить, скажем, для областей целостности. Так. Для областей целостности все торы, начиная с первого, всегда являются периодическими модулями. И, значит, вот помните у нас, когда мы классифицировали модуль над кольцом главных идеалов, у нас было понятие под модулью кручения над областью целостности, да. Вот, значит, функтор, который сопоставляет модуль его под модуль кручения, является тоже просто частным случаем тора. Ну, я об этом, может быть, вам скажу, а, может быть, оставим в качестве задачки для листочка. Посмотрим. Если успею. Значит, но давайте тогда я вам расскажу еще одно вычисление экста. Значит, вычисление, которое покажет, ну, просто непреодолимую пропасть между торами и экстами. Вычисление экст 1, ну, над z, чего там, qz? А? Так, но я вам уже говорил, что экст 1 z q дважды равно нулю. Ну, по этой причине и по этой причине. Вот, значит, а экст 1 qz не равно нулю, настолько не равно нулю, что имеет место следующий результат. Ну, на самом деле, просто он, по-простому он говорит, что вот этот, значит, модуль является вектным пространством над q, континуальной размерности. То есть понятно, что уже никаких переходов к пределу, так сказать, тут одна вещь счетная, вторая вещь счетная. Понятно, что никаких переходов к пределу. Ну, давайте я вам сформулирую, что там на самом деле имеет место. Значит, теорема. Прежде чем сформулировать эту теорему. Значит, что экст n r прямая сумма аитых b равняется прямому произведению экстов n r аитых b. Так, а второе, что прямое произведение b равняется прямому произведению экст n r a b. Так, верим мы в это или нет? Так, доказательство. Значит, dimension shift. Прямая сумма проективных проективен. Прямое произведение инъективных. Инъективен. Так, ну и, значит, можно ли здесь заменить прямую сумму, скажем, на индуктивный предел, а прямое произведение на проективный предел? Ответ только на конечный. Так, значит, но пределы проективных, инъективных таковыми не являются. Поэтому, в отличие от тор, экст не коммутирует. Так, коммутирует только с конечными пределами. Коммутирует вообще говоря. Случайно может, но обычно нет. Только с конечными пределами. Ну вот это вот ровно, понимаете, да, значит, иначе вы, конечно, если бы коммутировалось с какими-то пределами, то, ну чего там, q это предел z, вложенных в себя, да? Понятно, да? Ну, все понимают, просто объединение своих циклических подгрупп. Так, значит, вот, и тогда, если бы коммутировалось с пределами, то, как бы, это было весьма удивительно, то, что мы сейчас получим. На самом деле верно вот что, что экст z1 qz, естественно, изоморфно, кольцу конечных аделей, ну, аддитивной группе конечных аделей, факторизованной по главным аделям. Так, я тут какие-то понятные слова говорю, мы тут теории чисел? А, то есть вас еще никто не учил теории чисел? Да. А? Я должен был. Но придется спецкурс читать, да. Вот, значит, а, по теории поликлассов спецкурс, это необходимые вещи абсолютно. Значит, так, ну что это такое? Ну, вот мы все в прошлом семестре, когда определяли пределы, изучили кольцо целых периодических чисел. Так, это, значит, проективный предел колец z по pNz, ну, относительно проекции, относительно проекции z по pN плюс 1z на z по pNz. Так, ну, и эта последовательность, значит, ну, здесь-то она уходит в нуль, да, а, значит, здесь она идет в бесконечности, вот то, что стоит там, вот на этом конце, это zp. Так, значит, ну, а qp, это поле частных zp. Так, а что такое адели? Ну, а дели, это ограниченное прямое произведение, значит, всех пополнений поля q, ответственно, всех норм. Так, ну, эту-то теорему я уж точно... А, тоже не формулировал, да? Теорему Островского. А где ее формулировали? Ну, вы знаете теорему Островского. Ну, как выглядят все пополнения поля q? А, ну, это уже, наверное, не поэтическая ER. Поэтическая ER, да. Но в обычные адели входят все, включая, вот если не писать буковку f, так, значит, то входят просто произведения всех пополнений, но при этом ограничено. То есть такое, что для почти всех со множителей, вот, мы берем целый элемент. Ну, что такое целое вещественное число, мы не знаем и не обсуждаем в этом контексте. Так, а что такое целое парадическое, мы знаем. Вот это вот пиарик интегрс, да, это целые парадические, а это парадические. Так вот, значит, кольцо конечных аделий, это прямое произведение по всем простым вот этих самых qp, но ограниченное. То есть произведение над zp. Все понимают, что это такое, да? А что ж непонятного-то? Значит, это значит, что мы взяли x2, x3, x5, но я все не буду писать. Значит, где xp принадлежит qp и почти все xp принадлежат zp. То есть все xp принадлежат, являются парадическими числами и почти все, но операция ипокомпонентная. Но на самом деле там еще, кроме того, топология. То есть на самом деле эти ребята все являются топологическими, понятно, да? То есть это снабжается вот... Топология произведения или нет? В данном случае да, а для иделий нет. Там нужно, чтобы операции были непрерывно. Но топология ограниченного произведения. А для иделий там более сильная топология берется. Вот это называется... Это понятие, которое сейчас, значит, я вам сформулировал, ввел Шевале в 38-м, что ли, году. Не в 40-м каком-то, но Клод Шевале. Вот, когда давал, значит, современную формировку теории поликласса глобальной. Аделий образует, на самом деле, для нас существенно только аддитивная структура. Это кольцо, но мы будем смотреть на него как на аддитивную группу. Так, вот, значит, ну и понятно, что Ку само туда вкладывается, правда, да? Так, мы просто каждое рациональное число вложим вот в последовательность, которая называется главной моделем. Так, да, ну аделий и делий, это можно думать, что это женские имена. Вот, значит, хорошие имена для близнецов. Иделия, повторяю, это мультипликативная группа, но там другая топология рассматривается. А так, это просто мультипликативная группа, то есть понятно, что это такое. Это не нулевые элементы, а не нулевые периодические числа, такие, что почти все, так сказать, обратимы. Ну, то есть не просто там положительное какое-то нормирование, да, равно нулю. Так, и что теперь мы хотим? А, и теперь мы хотим сделать следующее. Теперь мы вот посмотрим на основную нашу точную последовательность. Значит, последовательность точная такая. z, q, qz, 0, 0. Так, ну небось, вот, значит, этой последовательности отвечает, так, и что мы хотим сейчас посчитать? Мы хотим написать, значит, ее на первом месте, правда, да, значит, или на втором, так, на втором месте. Так, то есть мы напишем вот что, напишем точную последовательность для ext, так, ext, что там, ext, z, n, q, вот такую. Так, ну давайте начнем ее, значит, 0, h, q, z, h, так, ну, q как-то трудно отобразить в z, правда? А? Сложно, да, куда-то, куда единица должна идти? q делимая группа, а z, это не до конца делимая. Значит, поэтому это равно 0 просто, да? Так, h, q, q, так, ну понятно, q, q, это будет q. так, потому что единица может так, ну определяется образом единицы, это делимая группа, а это однозначно делимая группа, это тоже однозначно делимая группа, поэтому все определяется образом одного элемента, да. Вот, значит, а образ любого элемента может быть любым элементом здесь. Так, Значит, вот дальше, что там хом, q, q по z, правда, да? А вот это что-то такое уже безумно интересное. Так, значит, дальше, ext, о, внезапно появилось то, что мы хотим, значит, ext1 от q, z, правда, да? Так, а дальше, ext1 от z, от q, q, ну, q делимая группа. Так, все понимают, какие слова я говорю, да? Значит, q однозначно делимая группа. Я эти слова в прошлом семестре произносил в самом конце, когда мы определяли инъектив, значит, делимая группа. Однозначно делимая группа называется векторным пространством над q. Так, но мы для удобства говорим однозначно делимая группа. Так, а, значит, а q по z, она, конечно, тоже делимая группа, но неоднозначно делимая. Потому что там есть, значит, есть круче, а, ну да, там каждый элемент является элементом кручения. Делимая, но неоднозначно делимая. Но в любом случае, каждый из них инъективна, и поэтому вот это вот равно нулю. Так, это значит, что вот у нас из той теоремы, которая, значит, у нас написано наверху, есть две буквы. Вот та, которая в левой части, и та, по которой мы факторизуем в правой части. Так, вот это вот x1z от qz, и вот это q. И осталось понять, что вот это такое. Так, осталось вычислить, значит, хом, ну хом-то уж мы вычислим, правда? Это вам не x, правда, да, так сказать. Так, значит, вот такой вот хом. Значит, ну, смотрите, чему равно q по z, значит, ну чем отличается q от z? Тем, что в q есть знаменателе. Так, значит, но что, какая основная мысль, которой мы учились, так сказать, вот в первом семестре? Что знаменателе можно разделять, что можно смотреть по отдельности на, так сказать, одно простое. Так, вот всякие там вещи типа Лемы Гаусса, да? Ну что это значит морально, на самом деле? Значит следующее, что q по z изоморф на прямой сумме, по всем простым, z единица делить на p по z, правильно, да? Вот, ну так давайте для начала посмотрим на вот это кольцо, не кольцо, а аддитивную группу, конечно. Значит, аддитивная группа вот такая. Значит, что это такое за группа? Ну, эта группа в просторище называется группой прифера. Так, значит, вы ее видели под другим именем. Значит, вы ее видели, как, значит, я ее буду называть z по p бесконечность z. Значит, ну вы ее видели под другим названием, вы видели под названием cp бесконечность. Так, cp бесконечность это объединение, значит, cp n, ну вот, по n натуральным, ну с нулем можно даже взять, значит, естественным образом вложенных. Ну, то есть, можно ее так себе толковать, как корни из единицы в c в комплексных числах всех степеней, значит, существует n натуральное такое, что ε в степени p в степени n равно единице. Понятно, да? Так, значит, ну я вот так предпочитаю записывать, и сейчас мы поймем почему. Потому что здесь операция умножения, а здесь операция сложения, мы только смотрим на аддитивную структуру. Вот, эти группы очень важные, это очень важные примеры, но, например, это, смотрите, бесконечные группы, в которых там все подгруппы циклические собственные. Понятно, да? Так и так далее. Вот, значит, как я смотрю на эту группу? Я смотрю на эту группу, как на индуктивный предел z по pnz. Ну, собственно, то, что здесь написано. Так, значит, все понимают, еще раз смотрите туда. Значит, zp это проективный предел z по pnz, вот, а это, значит, индуктивный предел. Так, в чем различие между тем и этим? Здесь, значит, вкладывается z по pnz в z по, значит, pnz, pn плюс 1z, ну и дальше, и мы смотрим, что там стоит справа. Там мы смотрели, что стояло слева, а здесь мы смотрим, что стоит справа. Так, вы видите разницу между двумя этими вещами? Ну, объясните, в чем она состоит? Нет, вы не видите разницы, значит. Если вы так это, опс, если вы так на этот вопрос отвечаете, то вы разницы не видите. Разница принципиально. Ну, нет, но вы не затрагиваете пока сути. Нет. Между кем кем? Вот между вот этой вот и вот этой вот. Это само собой. Ну, не видите никак. Это гоморфизмы колец с единицей, а это гоморфизмы колец без единицы. Здесь единица уползает, так сказать. Так, поэтому предел здесь будет только аддитивная структура, там предел кольцо, а это группа. Понятно, да? То есть здесь выживает только аддитивная структура, а там выживают обе структуры. Огромная разница. Так, значит, то есть это аддитивная абелевая группа. Вот это кольцо. Так, отлично. Вот, значит, ну пока мы не смотрим даже вот на прямую сумму, потому что мы еще не умеем прямую сумму выносить отсюда. Не умеем. Вот. Мы пока смотрим только на вот эти кольца сами. Значит, ну давайте смотреть вот на что. Мы хотим понять... Что ж мы хотим понять-то? Мы хотим понять для начала, да, как устроена... Как устроен хом вот из q, из q не в q по z, а вот в эту группу. Так, что здесь можно стирать? Пока ничего, да? А, пока можно все, кроме формулировки, правда? Вот это нам нужно, а вот это мы сотрим. Так, значит... Мы хотим посчитать для начала вот что. Хом из q в z по p бесконечность z, ну как кабелевых групп. Так, ну посмотрите, вот эта группа является однозначно делимой, но не на все, а целые числа. На какой ее нельзя делить? Да, на все целые числа взаимно простые с p. Это значит, что где сложность? Это значит, что, так сказать, вот в каком простом сложность сидит? Ну в p. Так, то есть, значит, это значит, что это равно хом z единица делить на p, z по бесконечность z. Ну понятно, в каком смысле равно, в том смысле, что вот мы смотрим на эту вещь, как на ограничение этой вещи. Так, ну, значит, p целые числа, это под кольцо в q, правда, да? Так, то есть мы смотрим на ограничение отображения на p целые, так, а любое ограничение, любой гомоморфизм такой, однозначно на q продолжается в силу однозначной делимости на все взаимно простые. Так, ну, то есть, естественное соответствие. Единственное продолжение, ограничение, единственное продолжение. Вот, значит, что мы должны на это смотреть. О, так, almost there, almost there. Осталось сообразить, значит, что ж это такое, что ж это такое. Значит, мы должны понять, значит, что мы должны понять. Так, значит, а мы хотим понять, почему это изоморфное купе, да? Для начала, правда, да? Значит, ага, вот это вот и есть сложность, да? Так, значит, потому что любой элемент является элементом, ага, ага, ага. Так, итак, мы хотим доказать, что ху z единица делить на p, z, z, p бесконечность z, изоморфное купе. Так, ну почему? Ну мы взяли отсюда φ и посмотрели на φ от единицы. Так, значит, φ от единицы лежит здесь, ну и значит, значит, какой-то конечной степенью n, p в степени n аннулируется. Значит, существует натуральное n, а такое, что p в степени n равно нулю, правда? Так, и это что значит? Это значит, что, это значит, что после того, как мы внесём p в степени n внутрь, мы можем на это смотреть, как на что? Ну да, ну следовательно, φ от p в степени n, z, так, равно нулю, да? Так, то есть любой такой гомоморфизм аннулирует какую-то степень, вот какой-то такой идеал. Так, но я какой-то шаг еще, значит, пропустил. Так, что же, значит, мне нужно вспомнить еще? Так, что-то я еще, что-то я еще должен, ага-га. Так, хом и шкуп, так, значит, мы хотим вычислить вот это, да? Вот это равно вот этому. Так, мы хотим интерпретировать, мы хотим интерпретировать вот это дело, как... Ага, 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 так, вот на что нужно смотреть. Ну понятно, что мы здесь можем написать точно так же, p в степени n, мы же только смотрим на аддитивные группы. Так, это значит, что вот этот хом будет, значит, пределом по n вот таких вот хомов. Так, что это будет пределом по n, правильно, пределом? А? Так, значит, сейчас, пределом, будет содержаться в пределе. Так, ну, значит, сейчас я пытаюсь сказать следующее, что, вот давайте вычислим вот что. Хом z по p бесконечность z, z по p бесконечность z. Правда? Так, значит, z по p бесконечность z. Правда? Так, значит, z по p бесконечность z. Как группа, это индуктивный предел z по p, z. Эндоморфизмы, естественно, можно ограничивать, поэтому отсюда вытекает, что вот эндоморфизмы z по p бесконечность z, это будет проективный предел эндоморфизма z по p, z. О. А эндоморфизмы z по p, z мы знаем из первого семестра. Это z по p, z. Это z по p, z. А это z, p. Правильно? Отлично. Это значит, что у нас получилось следующее. У нас получился предел z, p, ну вот у нас вот любой, любой гомоморфизм здесь сидит в копии z, p, после того, что мы умножили на какую-то степень, на p в какой-то степени. То есть это значит, что у нас вот это гомоморфизма, есть, значит, индуктивный предел, значит, что там, p в степени минус n z, p. Ну да, это было купе. Правильно, да? Вот, значит, отлично. Это что ж мы доказали? Мы доказали пока, что вот это вот равно купе. Отлично. Значит, а так нам нужно смотреть вот на это. Это стираем. Это стираем и смотрим, что у нас получилось. У нас получилось следующее, что, значит, хом q в q z, так, а теперь скажите, сопоставимо это по сложности с вычислением Торофф или нет, так сказать, да? Значит, хом q в q z равно хом q в прямую сумму z по p бесконечность z, правильно, да? А это содержится в хом, значит, q, а, прямое произведение z по p бесконечность z, ну а с прямыми произведениями хом коммутирует по второму аргументу. Хом q, а z по p бесконечность z, а это мы только что вычислили, мне кажется. Так, q p по всем p. Содержится здесь, а в чем же условие состоит? А в условии состоит, что одновременно только конечное число, значит, только конечное число встречается p. Так, значит, а что это значит? Это значит, что во всех остальных, во всех остальных стоит что? Во всех остальных будет стоять zp, да. Во всех остальных будет стоять zp. Так, а, то есть это то, что мы хотели. Так, итак, значит, вот та последняя, которая написана наверху, где-то, где? Вот она была где-то, да? Вот она. Так, значит, вот это вот q, это конечные адели. Ну а как же ищу? Значит, q, потому что это, как, значит, как устроены гоморфизмы, это образ единиц. Так, и, значит, и там мы тоже смотрим на образ единиц. То есть это будет именно это вложение. Так, ну вот. Значит, то есть мы доказали теорему. Ну, как-то, вот с моей точки зрения, это чуть сложнее, чем… Это один пример мы посмотрели. Да, в общем-то, морально самый простой из нетривиальных. Когда, так сказать, там не проективно, не объективно, да? Вот мы взяли один фактор, q по z, и уже, так сказать, как бы, понимаете, да? Инъективно, да? Но не… А, не в том порядке. А, ну да-да-да, значит, мы поставили проективный, инъективный не туда. Вот и все. Так, то есть видно, что… Даже не сложная штука. Значит, life is real, life is honest. Это верно, да. Значит, нет, но видно следующее, что нужно посчитать, сколько у нас лекций осталось до конца, и в зависимости от этого решать, рассказывать мне еще что-нибудь про торы и эксты, или уже в следующий раз начинать гомология и эко-гомология групп. У нас еще… Это уж мы точно должны закончить, так, чтобы какой-то кусок у нас был разумный в этом семестре. Вот. Но у нас лекция осталось немного, к сожалению, уже. Теорию чисел, я боюсь, вы услышите только в спецкурсах. Но вы сегодня услышали теорию чисел. Вот как раз эта конструкция, конструкция Адели, это одна из основных конструкций вообще современной алгебраической теории чисел. Но она используется везде. А, ну, например, в программе Лонглендса, там, так сказать, в теории алгебраических групп, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть реально… Это вот тот кусок, который тоже нужно будет как-то выучить нам с вами, всем. Так, ну а сегодня я поздравляю, что мы должны заканчивать, да? Ладно, спасибо, до свидания.